Ребята, всем доброе утро! Наши девчонки в садике, в школе, все при делах. У меня сегодня появилась возможность ходить на тренировку. Я уже недели две, может быть и три не была на тренировке. Честно, уже забыла, запуталась, сколько я не ходила на занятия. То дела, времени нет, то у нас плохая погода, дождь сильно идет, как-то не до тренировки. В общем, сегодня появилась возможность, я хочу ей воспользоваться. Сейчас я позавтракаю, наверное, сделаю себе всякую кашу и попью зеленый чай. И пойду на тренировку. Вот такие вот у нас дела. В общем, я сейчас завтракаю и тупаю на тренировку. Ляш, ботинок! Милана! Лика, у нас ботинок упал, лови нас. Миланка и садика. У нас погода поменялась, утром было холодно. Милане даже комбинезон одела. Вот куртку. Куртку даже мы не одели, шапку не одели. Ставила. Все? Ты что ставила? Ставила? Да. Ставила? Да, это сильно, очень. Очень сильно? Ты не боишься? Нет. Вот это да. Ух ты! Все, все или хватит? Не бойся, мам. Мы катались уже. Да, Милан? Да. Ты кушала, Милан, с меня в садике? Да. Молодец. Милана потеряла с меня своего лизуна. Лизун, петушок. Милана взяла его в садик и потеряла на площадке. Лизун или присоска? Нет, лизун такой длинный, вот этот петушок. Вот у нас был, помнишь, там еще какой-то крокодильчик, еще что-то. Я думала, присоска, поэтому сказала какую-то петушку. Нет, лизун, я поэтому говорила, что лизу не надо искать, он уже весь в песке грязный. Нет, очень. А, потом Илана и сказала, что он уже и так был в песке. Да, да у нас дома много таких дочь лизунов. Ну, не петушок, там разные крокодильчики, там еще кто-то, я уже не помню. Мам, ну и конечно, а я крокодильчик, когда бег у бабушки Ольи. Да? Да. Крокодильчик, хочешь вас, да? Ну, Ольги. А у меня фигурочка. Да. Кстати, у меня еще есть. Есть еще дельфинчик? А где он? Только хотела спросить, а где он? Да, вот не скажи. В спальни. Запрятала? Да. Так, все. Ну, еще чуть-чуть покатай, еще минутку и пойдем. Ой, 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 Мелане мало всегда. Что это нужно? Что это нужно? Еще у Мелани попался пластик вот такой. Как это понять? Как еще и пальцем выгнула, непонятно. Ну, еще чуть-чуть, Лик. Ну, чуть-чуть. Ну, сейчас, но я закрываю. Ну, еще чуть-чуть. Такая сильная. Такая сильная. Ну, очень. Солнышком, что ли? Лик, ты знаешь, как с солнышком? Ужас, я как вспомнил, мы в детстве так катались. Я тоже так не каталась. Очень сильно. Я трусиха, я боюсь высоты. А я трусиха, боюсь очень высоты. И на самолетах я боюсь летать. Кто тоже так боится летать на самолетах, боится высоту, ставим лайки. А я хочу на самолете полетать. Я тоже. Представляете, Лика ни разу не летала на самолете. И я. Петя. Ну, и милашка тоже. А я боюсь их. Да, моя хорошая. Ты уже такая взрослая, да. Аккуратно. Милан, держись. Не раскачивайся, я с вами покачиваю. Все, хватит. Мама! Катичка не касалась. Ух ты! Ох, молодец. А сейчас я коктинку катаюсь. Лика катается. Лика сейчас тут уснет на качеле. Нет, мне уроки делается. Мы тебя разбудим, Лик. Поспи. Смела, она пока покатается на горке. А ты поспи, поспи. Неудобно. Лежа, было бы так, плечи вот так и кататься. Что еще тут делать? Вот курочка, на курочке покатайся. Смотрите, какое красивое дерево. По-моему, это рябина, да, Лик? Да. Красота. А еще у меня волчат. Ой, посмотри, какие ягоды. Красота. Что у тебя? Милана наступила на ягодку. Пошли. Прямо к Новый год. В Новый год? Я уже, честно сказать, хочу Новый год. Когда наступает осень, я уже хочу сразу Новый год. Лика, я утупала. Причем, знаешь, не прямо вот уже 31-го. Я люблю часа 25-е, вот так вот, чтобы уже было. И с декабря у тебя каникулы. У нас каникулы 20-го. 28-го. О, все тут 25-го. 28-го, да? Да, точно. Уже такая подготовка к Новому году. Там год была вообще 30-го, последний день. Милаш, не надо. Один день остался до Нового года, а мы учимся все. Да, так классно. Подготовка, все суетятся, готовятся к Новому году. Милан, не становись на легку. Лик, закрой это, а то ветерок. Вроде тепло, такая погода. Мил, не надо ветерок. Такая погода странная. То холодно, то ветер, то дождь, то еще что-то. Прям меняется каждые 5 минут сегодня погода. Милан, давай застегнем кофту. Мы как раз пришли за Миланкой, а они только гулять собрались выходить. Куда? На площадку. Сейчас идем в магазин. Я хочу кефирчика купить. Петерочка. Да, пойдем, да, потому что нам особо так ничего не надо. Дома все есть, просто зайти кефира хочу. Милана, ой, давай. Игручку хочется. Потому что она потеряла лизуна своего и хочет лизун. Ну, не знаю, Милана, что попадется лизун, не лизун. Вот видно. Это на носочках Стелла у тебя. К нам пришла тетя Лена с данным гостя. Девчонки играются. А Лика делает уроки. Немецкий. Ну, ты не узнала вам завтра, нужно идти в школу? Никто не знает. У Лики завтра сочинения. Какое там, как это называется? Конкурсное сочинение. Я не знаю, или все российское, или все городское. Ну, какое-то какое-то там. Или городское, или районное. Ну, в общем, что-то там. Ну, понятно. Типа районного сочинения. Какое-то конкурсное. И сказали, что те, кто пишет сочинения, в школу не приходит. Ну, у Лики заболела учительница по русскому языку. И Лика теперь не знает. Ну, и не только Лика, вот кто участвует в этом конкурсе, не знает, приходит ли в школу, или приходит только к сочинению. Ну, скорее всего, придется идти на везде. С утра там видно будет. Вы даже не знаете, да, во сколько у вас начнутся сочинения? Ну, писать, вот. Нам не нужно сюда. Никто не нет. Ну, конечно, никто не уверен, что в нашей школе будет. Вот это весело. Вас хотят ведут, или будете сами искать. Я думаю, должны отвезти. Я так сильно колдовала, что в ручке улетели. Ну, конечно, мы думали, что завтра будет Лика отдыхать, и с утра еще подготовиться, а пойдет только на сочинение. Получается, пойдет на весь день. Ну, ладно, дело. Еще и сочинение будет писать. Невыгодно получается. Какая тема там у вас? Мой дневник? Нет, там сочинение, там ты заходишь в АППО, по-моему, в ФКС, ну, какой-то там специальный сайт, и там написаны все жанры, какие можно выбрать. Там написаны все темы, ну, например, юбилей писателей, или настоящее, будущее и настоящее, прошлое, настоящее и будущее Малой Родины, ну, и так далее. Там семь тем. Ты любую выбираешь, выбираешь, в каком жанре будешь писать, и пишешь. Дома на черновике можно попробовать это набросать. Здорово, мне не нужны крылышки, я уже упомянула. Понятно. Жалко только, что мы не знаем, можно ли идти именно к сочинению, к скольке. Придется идти, не канавейский. Милаш, аккуратно. Потом, а сейчас сидел и делаю немецкий. Давай. А у вас что там завтра будет? Ой, Милаш, аккуратно. У вас завтра что там, патрульная? Самостоятельная? Нет, у нас по немецкому презентации спортсмены России надо было для немецкого рассказать по него, или картинки показать распечатанные, или прижимать. Я прижимаю. Ладно, давай тебе успехов труда. По-немецки. Спасибо. Огонь. 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 Мам, я не играю. Не играешь? Понятно. Покажи, Милана, какой у тебя шарик большой. Ой, какой большой шарик. Я потеряла свои руки, когда колдовала. Мы взяли этот шарик, не думали, что он будет такой большой. О, нет, теперь я молодец, теперь реально. Лика собирает рюкзак уже в школу, сделала уроки. Осталось только повторить. Я, кстати, как вы уже заметили, практически всегда собираю рюкзак с вечера. Это один из лайфхаков в школу. Утром, если вы, тем более, учитесь в первую смену, времени вообще не хватает ни на что. Конечно же, хочется немножко больше поспать, ну хотя бы на 10 минут. Утром встаешь, умываешься, завтракаешь, одеваешься. И если еще собирать рюкзак, то лично по моему опыту всегда ну что-нибудь забудешь. Поэтому мой совет, собирайте рюкзак с вечера. У Лики тут прям целая гора учебников. Так, так как я не знаю, как я вообще буду завтра учиться, какие у меня будут уроки, каких не будет, я беру все уроки по расписанию. Ну и надеюсь, что большую часть я буду писать сочинения. Следующим, чем я хочу с вами поделиться, если вы часто вырываете листы из тетрадок, я думаю, вы уже наверняка все это знаете, если вырвать с одной стороны лист, то с другой стороны он тоже вываливается. Поэтому, если вы любите вырывать листы из тетрадок, или у вас это просто как привычка, то советую вам тетради на кольцах. Соответственно, если вы вырвете тетрадный лист, то с другими листами ничего не произойдет. Поэтому такие тетрадки очень удобны. Следующий мой совет. Все мы знаем, что завтрак нам просто необходим. И пойти в школу не позавтракать, это неправильно. Но бывает так, что с утра ну совсем нет аппетита. Кстати говоря, у меня так очень часто. И поэтому мой вам совет. Выпейте стакан воды. Пока вы будете причесываться, умываться, и делать всякие процедуры, вы даже сами не заметите, как аппетит к вам придет. И вы с удовольствием, с аппетитом завтракаете и отправляетесь в школу. И еще один лайфхак от меня. Если вам задали выучить наизусть стихотворение, а он ну никак не учится, есть очень хороший способ выучить стихотворение на 5. Прочитайте в начале стихотворения на диктофон. Ты звезда и моя звездочка, высоко ты звездочка. И просто слушайте запись несколько раз. Поверьте, этот способ просто суперский. Поверьте, с таким способом вы стихотворение расскажете точно. Она отлично. Наши гости уже разбежались. Данка пошла доделывать уроки, там что-то ей осталось доделать. Лика тоже сейчас будет делать что-то в английский, да, ты, по-моему, будешь доделать. Английский, да. Английский, да, доделывать. И я сейчас иду Милану уже буду кормить. Миланку уже искупана. Мне так легко. Я после садика привыкла ее сразу купать. Вот. И сейчас быстро покормлю. И пойду, наверное, уже укладывать Милану спать. Так что, ребята, на этом наш флог сегодня заканчивается. Всем огромное-преогромное спасибо, кто был сегодня с нами. Смотрите завтра на наш канал. Мы будем всем рады очень. Всем. Спокойной ночи. Всем пока. Я спать на здесь. Да, конечно, английский язык учить. Забыла? Да. Все, у меня уже памяти нет. А немецкий? Все, ничего не знаю. Я спать на здесь. Все понятно. Я спать на здесь. Я такую геройку. Я хочу сделать это. Всё понятно. Я хочу сделать это. Мне конечно, это найти. Продолжение следует...